Отправлять эти бани будем во все регионы России. Планировку прям продумывали до мельчайших подробностей. Возьмите себе на заметку, кто сам себе бань устроит. У вас эта баня будет неделю держать тепло даже зимой. Ты минут пять ее такой так... В другую сторону поворачиваешь. Друзья, всем привет! С вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Ефремов. И наконец-то у нас обзор, долго я его не показывал, даже Толя Жарпарком уже показал. Обзор так называемой Ефремовской бани. Это даже не я ее так назвал, это наша команда ее так назвала в цехе еще, когда эту баню изготавливали. В общем, баня будет двух видов, двух планировок. Вот той планировки, которая есть сейчас, я во время видео вставлю картинку самой планировки. И будет еще одна планировка четырехметровой бани. Там будет комната отдыха и парная, сразу же совмещенная с мойкой. Кому-то мойка не нужна, вот будет вот такая вот баня. Баня будет идти в стандартной комплектации, поэтому стоимость на нее будет стандартная. Она не будет меняться, эта стоимость. Отправлять эти бани будем во все регионы России. Куда угодно. Она у нас в транспортном габарите, поэтому она у нас на машине легко уедет в любой город. В общем, ребят, заморочился я с этой баней достаточно серьезно. Здесь есть очень много различных моментов. Вот именно эта баня у нас в размере 5 на 6. Вот я специально сейчас на вторую сторону перешел. Смотрите, сама баня у нас получается 5 метров у нее ширина. 6 метров длина вместе с террасой. Ну, сама баня 5 на 5. Но по габаритам кровли она у нас получается 5,80 на 6 метров. Вот этот вот карниз, это одна из наших новинок, которую мы сделали. Он в транспортный габарит не входит. Поэтому вот этот вот элемент кровли, вот посуда, вот видите, у нас карниз здесь разделен. До этого места он у нас съемный, и мы его монтируем после того, как привезли баню. Привезли баню, установили ее, карниз подставили и закрепили карниз. Не нравится мне, когда у баньки нету карнизов, потому что она смотрится так куца. А здесь мы специально сделали карнизы по 40 сантиметров. У нас в одну сторону карниз выходит метр, в ту сторону выходит 40 сантиметров, и боковые карнизы тоже у нас по 40 сантиметров. Планировку прям продумывали до мельчайших подробностей. Сейчас зайдем, я вам подробно по планировке покажу и скажу, почему мы именно так сделали. Почему у нас сделана такая обшивка внутри, из чего состоит стена, из чего состоит пол, потолок. Почему мы поставили такую печку? Ну, тут прям все сделано так, как я бы сделал себе. Да я вообще эту баню себе поставлю. Я сначала баню сделал для себя. Здесь на фестивале мы ее докрутили, учли замечания, которые говорили парильщики, которые говорили люди, и она будет немного видоизменяться, но основное все останется то же самое. Так что погнали уже в баню, буду показывать в бане. Пойдемте. Вот мы подходим к самой бане. Дверка прикрывается, но вот она и уже не прикрывается. Смотрите, и сам вход. Мне охота было сделать маленькую террасу, чтобы после бани можно было куда-то выйти. Вот в комплектации будет сразу же идти вот такой вот шезлонг. Он будет в комплектации этой бани, чтобы можно было из баньки выйти и посидеть здесь на свежем воздухе. Даже вот сейчас на улице дождик идет, но я вот под этим даже метровым карнизом сижу, и на меня дождь не капает. Посидел, отдохнул, подышал после парного помещения, расслабился, и потом уже только обратно заходишь в парное помещение. Шезлонг у нас как в сидячем положении, так и в лежачем положении, чтобы прям здесь абсолютно можно было расслабиться. Вообще так классно. Под небольшой крышей и здесь посидеть. Да, здесь, конечно, нельзя будет стол поставить, там кучу стульев, но вот посидеть, отдохнуть замечательно. С широким карнизом прям вообще классно. Обшивка стен у нас с наружной стороны сосна, камерной сушки, не обрезная, шлифованная. Полностью каждая доска обрабатывается вручную, шлифуется, и дальше у нас идет покрытие маслом в три слоя. Покрывали саму баню в три слоя. И вот баня у нас состоит, вот это вот один блок, вот здесь вот идет соединение, это идет нащельник. И вот это вот второй блок, для того, чтобы можно было их краном поднять, поставить на машины, привезти на участок, и на участке уже их совместить два этих блока. Вот этот вот светильник, конечно, здесь не к месту, я уже посчитал, я 13 раз за три дня в него головой приехал. Светильники будут вот так вот по бокам. Ну и здесь для оформления не стали делать деревянные плинтуса, а видите, везде по кругу прошли канатом. Ну, мне нравится, как канатик выглядит. Может быть, вот это вот место мы тоже будем делать необрезной доской. Пока сделали его вагонкой, посмотрим. Наверное, в необрезной доске он будет смотреться более естественно с самой баней. На входе у нас сосновая дверь на клин. Те, кто захотят, мы можем сделать здесь две двери, чтобы у нас был разрыв, чтобы баня была зимняя, чтобы дверь нигде не обмерзала. Будем устанавливать две двери. Ну и все, сейчас заходим в баню. Ну, кстати, обналичка вокруг двери тоже из необрезной доски сделана. Видите, и по углам сделана обналичка из необрезной доски, и здесь тоже сделана из необрезной доски. Все, пойдемте в баню, буду в бане уже показывать. Погнали. Все, заходим в баню. Хоть здесь за время фестиваля и натоптали, но мы сейчас здесь все равно прибрались маленько. Пол у нас не был еще лаком покрыт, поэтому его затоптали. Не успели мы его лаком, если честно, покрыть перед фестивалем. Кепку пока сюда повешу. Здесь мы сделали вешалку, чтобы можно было зайти и сразу же раздеться. Куртки, вещи здесь повешали, повесили. Здесь будут еще стоять полочки для полотенец, ну, для мелких вещей, чтобы их можно было здесь составить. И вот смотрите, какая у нас получилась планировка у самой комнаты отдыха. Мы над ней тоже очень долго думали. Возьмите себе на заметку, кто сам себе баню строит. Зонирование комнаты отдыха, какое оно у нас получилось. Сейчас мы с оператором местами поменяемся. Вот смотрите, по комнате отдыха. Сейчас оператор вышел, он стоит во входных дверях. Получается, мы, когда с улицы заходим с дровами, мы не идем через всех гостей, которые у нас сидят, отдыхают, чай пьют. А мы зашли и подошли сразу же к печке. Положили здесь дрова и топим саму печку. Не мешаем тем, кто у нас находится в зоне отдыха. Вход в мойку у нас тоже идет не через всех. Вот не с той стороны, не через всех мы пролазим, пробираемся. А вот с этой стороны даже можно еще лавку поставить, и никто никому вообще мешать не будет. Вход в мойку у нас сразу же около входной двери. Даже если человек пошел в баню один, даже если ему стало вдруг в бане плохо, двери открываются все наружу, он может просто раз и быстро на улицу выйти и подышать там свежим воздухом. Расположение сразу же из парной в мойку и сразу же на улицу. Я после парного помещения очень люблю сразу же на улицу выскочить. Вот я раз и на улицу вышел, и опять не побеспокоил вот всех тех, кто здесь в этой стороне сидит. Эту сторону мы специально сделали отдельную от всего. Здесь можно поставить как деревянную мебель, так и кожаный диван, чтобы он раскладывался, и чтобы люди здесь даже ночевать оставались. Ширина у нас по внутренней части, вот по этой получается 2 метра 10 сантиметров. Длина у нас по этой части получается по внутренним размерам 4 метра 20 сантиметров. Соответственно достаточно много места для того, чтобы здесь было где отдохнуть, расположиться, даже ночевать, остаться, если у людей нету дома еще на участке, они еще только поставили баню. И у бани есть такой большой плюс, что ее в дальнейшем можно переставить. Если еще пока не знаете где в дальнейшем будет у вас баня стоять, поставили на одно место, потом нужно переставили в другое место. Поставили специально большое окно, чтобы много у нас света сюда попадало, чтобы лишний раз даже свет не нужно было включать. Вот видите сколько здесь места, ну правда сейчас свет включен, но день света попадает через окно много. Расположили два светильника с правой и с левой стороны окна. Ну красиво они смотрятся, я их сразу же приметил, думаю точно их сюда поставим. Всю электрику мы здесь сделали ретро проводом. Она так и будет в этой комплектации идти, цену я на эту баню скажу сейчас в видео. Смотрится под стилистику бани вообще замечательно. Все розетки, выключатели у нас сделаны под цвет дерева, чтобы они гармонировали вот с этим вот наполнением. И внутренняя обшивка здесь идет массивом, внутренняя обшивка вся необрезной доской. Здесь у нас необрезная доска, сосна, камерной сушки, полностью вся шлифованная. Ну сами видите как это смотрится, здесь есть к чему зацепиться глазу. Не вот эти вот ровные линии вагонки, а прям сидишь и здесь знаете как-то так по домашнему спокойно. Ребята, скажите свое мнение, как вам вот такая вот обшивка? Мне лично она очень нравится, поэтому я себе такую и делал. Как назвали уже Ефремовская баня. Ну вот она так как мне нужна эта баня. Прям вот все что я хотел из бань, я вот взял и в эту баню сделал. Ребята, видите какая здесь толщина стены? Толщина стены здесь практически 230 миллиметров. Очень толстая стена. Из чего она здесь состоит? С наружной стороны 30-ка необрезная сосна шлифованная. Дальше вент-зазор. Потом ветрозащитная пленка. Дальше 100 миллиметров базальтового утеплителя с перехлёстом швов. Два слоя по 50-й плотности утеплителя стеновой с перехлёстом швов. Дальше у нас идет гидроизоляционная пленка. Плёнка фольга на крафтовой бумаге. Полностью вся проклеенная скотчем. Даже те места, где мы закрепляемся скобами, они тоже обязательно все проклеены скотчем. Дальше опять идет вент-зазор. И дальше идет уже сама облицовка внутренняя. Из сухой, строганной, здесь сосновой доски, в мойке, лиственницы, в парном помещении липы. И получается толстущая стена. После того, как вы натопите печку, а печка здесь с огромным аккумулятором тепла, у вас эта баня будет неделю держать тепло даже зимой. Я думаю, что она даже за неделю в минусовую температуру не уйдет. Ну, может быть, здесь надо будет еще один конвектор поставить. И тогда она точно в минусовую температуру уходить не будет, эта баня. Вот такая толщина стены здесь. Пока в мойку не зашел, на печи остановился. Ребят, печь у нас здесь стоит гроза чугунная. Там 200 килограмм чугуна, 200 килограмм облицовки. Это самая маленькая печка в линейке печей Технолита, ну, Гефеста. Со стеклянной дверкой, чтобы можно было на огонь любоваться. Облицовка в камне. В стандартной комплектации вот этой вот облицовки не будет. Мы здесь будем делать плитой огнеупоров под кирпичик. Она такая беленькая, смотрится тоже классно. Не хочу делать сильное удорожание бани, потому что вот эта вот облицовка стоит достаточно дорого. Все, пойдемте в мойку. Буду показывать, что в мойке, и перейдем уже в парну. И там тоже много всяких нюансов. Погнали. И вот она у нас мойка. В мойку у нас стоит такая же сосновая дверь на клин. Полы у нас здесь проливные из лиственницы. Вот здесь сейчас стены сделаны тоже из шлифованной сосновой доски. Потому что мы не успели на эту баню высушить. Еще в камере лежала, в сушильной. Не успели высушить лиственницу. Здесь будет такая же необрезная, только лиственница. Сосны здесь не будет. Мойка у нас полтора метра шириной, два метра длина. Сделано окошко для залпового проветривания с парным помещением. Я сейчас оттуда покажу. Ну, в принципе, мойка она и есть мойка. Здесь будет установлена лавка. Мы сейчас ее вот туда занесли. Она у нас там стоит. Вот видите, вот эта вот лавка. Здесь будет установлена лавка. Люди вышли, помылись. В принципе, даже можем сделать тропический душ сюда на потолок. Провести трубы под обшивкой. И здесь будет просто душ шаркой. Или как он называется, вот этот вот большой. Чтобы можно было под душем здесь сполоснуться. Ну, а вообще, кому нужно в тазике, замечательно здесь помыться можно. Все полы у нас съемные. Видите, сделали отверстие, чтобы не пальцами подцеплять. А все полы у нас здесь съемные. Получается, вот этот щит, вот этот щит, вот этот щит, вот этот боковой щит. Они полностью все снимаются. Когда у нас баня на просушке, мы можем поднять полностью все полы. Так, идем дальше. В парное помещение. На входе в парное помещение установлена стеклянная дверь. То из толстого стекла, из восьмерки, матовая. Здесь вот во время фестиваля люди парились. Через это стекло вообще ничего видно не было. И брызг капель на них так сильно не видно. Ну, по двери, как обычно, мы их достаточно часто ставим. Пойдемте в парное помещение. Сейчас лавку вынесу, чтобы она у нас не мешалась. Это лавка из мойки. Вот таким вот образом здесь стоит лавка. Сел, тазик, помылся, вышел. Либо обратно в парное помещение зашел. Пойдемте обратно сюда. Так, и парное помещение. Размеры парного помещения. 2 метра ширина, 2,5 метра длина, 2 метра высота. Если быть точным, 1,98 метра высота. Да, в данный момент мы пока не можем сделать высоту потолка больше. Но мне этой высоты потолка вполне достаточно. Прям вообще нормально. Здесь парильщик работал. У него рост 1,90 с чем-то. 1,92 метра, по-моему. Ну, получается вот так вот он повыше меня. Нормально он здесь работал. Когда нагонял большой пирог сверху. Ну, вставал в нижний ярус. А когда тут человеку вообще... Здесь ребята зашли, которым прям... Жесть какую надо было. Прям столевары ребята зашли. И парильщик вообще сел и сидя его парил. Чтобы голова вот так вот там в жаре не была. Потом, если честно, они вообще вот так вот легли. И из-под полка его парили. Потому что человек был вообще непробиваемый. У них была заруба, чтобы человек сам попросился выйти из парной. Он в итоге... Не то, что попросился. Он слетел здесь на пол. И по полу уже выползал из парного помещения. В общем, смотрите по полкам. Один полок у нас 2 метра длина. 80 сантиметров ширина. Чтобы спокойно на него можно было лечь. Сейчас кто-то скажет... Выглядит маленьким. Вот мой рост метр 86. Вот я лег на полок. Ноги у меня около той стены. Здесь у меня еще пространство есть. И руки спокойно лежат на всей ширине полка. Если нужно будет, мы будем делать вот такое вот остекление. Вообще, в стандартной комплектации такого остекления не будет. Все-таки это фестивальный вариант бани. Мы здесь сделали остекление. И вот эта вот форточка будет либо с этой стороны, либо вот с этой вот стороны. Чтобы у нас было залповое проветривание. Открыли, открыли в мойке окошко. И у нас насквозь сразу же сделалось залповое проветривание. Второй полок. Ширина второго полка у нас 60 сантиметров. И он у нас сделан в двух вариантах. Все-таки это будет семейная баня, чтобы с детьми здесь было удобно. Детям, когда высоко им все-таки жарко, мы сделали, чтобы эта лавка могла опускаться вниз. И здесь можно было тазик поставить. И в этом тазике здесь дети плюхаются. Кто-то на полке лежит, кто-то здесь плюхается в этом тазике. Хотя на нем тоже можно полежать. На этом полке. Вполне места хватает. Вот так вот полежать можно будет. Здесь мы еще будем дополнительный элемент такой делать на скос, чтобы спине удобно было. Раз на него навалился, и все, и с этой стороны можно полежать. Ребенок здесь и так влезет. Помимо этого, этот полок трансформируется вверх. Сейчас я вам покажу. Вот так вот мы его сняли. Он не тяжелый. Вес у него, ну, примерно, наверное, около 20 килограмм. Ну, женщине, конечно, тяжело будет, а мужчина с легкостью это сделает. И полок, лавка превращается во второй полок. Вот таким вот образом у нас стал второй полок буквой «Г». И на втором полке даже руки можно вверх вытянуть. И ногам места много, и руками я даже не дотягиваюсь. Два с половиной метра длина. И здесь еще будет лавка. Вот такая же лавка, как в мойке. Здесь будет еще стоять одна лавка для того, чтобы было удобно на полок залазить. Ну, мне и так, в принципе, удобно на полок залазить. Но чтобы здесь было куда, допустим, ноги поставить, еще будет небольшая лавочка. По вентиляциям. Во-первых, первая вентиляция – это залповое проветривание через форточки. Вторая вентиляция – это вентиляция «Басту». Уходит туда к полу, и под печью у нас идет приход воздуха 115-й трубой. Третья вентиляция – второе дыхание. Мы его здесь будем переделывать. Такого короба, как здесь сейчас снизу стоит, его не будет. Не нравится он мне, он размокает. Здесь будет трубами выведено на улицу второе дыхание, чтобы можно было комфортно дышать с улицы воздухом. Люди вообще заценили. Мы в этот короб закладывали траву разную, запаривали, туда ее закладывали. Человек, когда лежит на животе, у него голова находится вот в этом отверстии. Сверху он заложен вениками. Ну, мы сюда еще веники подкладывали, чтобы человек на вениках лежал. И сверху тоже заложено вениками. И он дышит оттуда ароматами трав, которые мы запарили. И еще я это отверстие сделал для того, чтобы можно было как раз лежать вот в таком положении. Голова прямо. Потому что по себе знаю, когда лежишь вот так вот голову в бок, тебя минут пять парят, потом охота в другую сторону голову повернуть, а ты ее уже повернуть не можешь. Она у тебя в одном положении затекла, и ты минут пять ее такой так... В другую сторону поворачиваешь. Когда голова ровно, она никуда не затекает. Очень удобно. Вот именно в прямом положении. Полы у нас здесь полностью все съемные. У меня тут мелочь из кармана повылетала. Вот смотрите, вот это вот один элемент пола. Вот он. Вот это второй элемент пола. Видите, они поднимаются. Третий элемент. Четвертый. Пятый. Шестой. Весь пол полностью снимается и убирается. Его также можно просушить, поставить, когда баней не пользуетесь. И нигде ничего не запреет. Всегда вы его опустили, и он служит как пол. Подняли, и он легко просушивается. И под полом очень легко прибираться. Буквально вот эти вот два щита достаточно поднять, чтобы все листья, которые у нас вниз упали, достать их и выкинуть. Полы у нас здесь утеплены на 100 миллиметров базальтового утеплителя. Снизу идет ветрозащитная пленка. Дальше базальтовый утеплитель. Дальше гидроизоляционная пленка. Дальше гостовский оцинкованный лист. Не ТУшный 038, а 05 гостовский оцинкованный лист. Завальцованный. Потому что такой ширины, такого размера цельного листа нет. Завальцованный, полностью на герметике завальцованный. И идет слив в одно место. Точно так же пол сделаны в мойке. Два отдельных слива. Один слив в мойке, один слив в парном помещении. Потому что в парном помещении очень много воды льется. По печке. Смотрите, какой у нас здесь большой объем заклада печки стоит. С закрытой каменкой. Печка гроза. Для этого помещения ее более чем достаточно. Сюда люди приходили, которые хотели мягкую баню. У меня куча отзывов людей, которые отсюда выходили. Кто хотел мягкую баню? Легко делает мягкую баню. Кто хотел, пожискочу. Но есть отзыв человека, который хотел купить печку Гефест. И специально за 800 километров сюда приехал. Для того, чтобы попробовать печку гроза. Они здесь зарубились. Просто кто победит. Парильщик победит. Или того, кто парит. Кто первый из парного помещения выскочит. Здесь был просто ужас. Они здесь, я не знаю, плавильню какую-то устроили. Если нужно сделать вот такой вот ужас, можно сделать и такой ужас. Потому что, в общем, человек с полка спрыгнул, когда в каменку бахнули больше 5 литров воды. Больше 5 литров воды. Она сожрала больше 5 литров воды в течение одной минуты. Туда бахнули. Здесь было просто вообще невозможно. Как тут стены не расплавились, я не знаю. Они слетели с полка и выползали просто отсюда из бани. Печка вот такая и будет идти у этой бани. В облицовке, в змеевике. Внутри чугун. Чугунная закладка шишек. Дымоход, феррум. Меня сейчас хейтят постоянно в ютюбе о том, что я рекламирую гефест, рекламирую гефест. Вы сами подумайте. Вот я делаю продукт, который у меня сейчас будет. Один из основных продуктов. Ефремовская баня. Стал бы я сюда ставить печку, которая не понравится людям. Которая не подходит для этой бани. Да нахрен мне это надо. Я бы ни за какие деньги не стал это делать. Потому что этот продукт должен людям понравиться. Люди должны в него влюбиться. Чтобы по сарафанному радио просто друг другу передавать. И я много печек перепробовал и остановился на этой не просто так для своей бани. По ней у нас тоже будут доработки. Мне здесь допустим не понравилось то, что вот таким вот образом открывается дверка. Мы сюда поддали, начали опускать и мне пар прилетает вот сюда вот в руку. Я поговорил с гефестом. Мы эту ручку развернем вот в эту сторону. Чтобы можно было ее вот так вот открывать. Пар вылетает сюда. Ручку открыли, ручку закрыли. Есть еще некоторые нюансы, которые мы здесь будем дорабатывать. Мы будем их обязательно дорабатывать. Я вам говорил, что я скажу вам стоимость данной бани. Стоимость данной бани вот во всей такой комплектации. Кстати не сказал, здесь у нас не обрезная, липовая, камерной сушки доска. Она стоит гораздо дороже вагонки. Но я специально делал здесь массив дерева на стенах для того, чтобы был аккумулятор тепла. Чтобы дерево вбирало в себя какую-то лишнюю влагу. Потом отдавало, чтобы она аккумулировала тепло и отдавала потом это тепло. Вот в этом парном помещении находишься, как будто баня из сруба сделана. Прямо вот как будто она из сруба сделана. Здесь аромат обалденный. Вид обалденный. Соотношение температуры и влажности прям вот для русской бани. Сами видите, как это выглядит. Здесь прям приятно глазу находиться. Так в общем по стоимости этой бани. Баня вот полностью в такой комплектации будет стоить 700 тысяч рублей. Кто-то скажет дорого. А вы попробуйте посчитать материалы, которые уходят на эту баню. Здесь не дешевые материалы далеко. Здесь только одна печка вот эта стоит 70 тысяч рублей. В комплекте с дымоходом только печка и дымоход будут стоить уже 100 тысяч рублей. Но я не буду сюда никакие другие печи ставить. Потому что я хочу, чтобы эта баня нравилась людям вот такая, какая она есть. В общем, ребят, показал вам обзор. Пишите в комментариях, что вы думаете. Пишите в комментариях, что бы вы изменили в этой бане. Потому что мы сейчас ее все равно еще будем в чем-то корректировать. Отправлять мы ее будем в любые города. Изготавливать ее в цехе и следить за качеством изготовления прямо до мельчайших подробностей. Вам придет идеальный продукт. Абсолютно идеальный продукт. В общем, она у нас сейчас будет 4-метровая. 6-метровая. И планируем ее еще делать в 8-метровую. Только 8-метровую мы еще не просчитали. Будет прям вообще большая баня еще в 8-метровая. Точную стоимость могу сказать только пока по этой бане. Эта баня 700 тысяч рублей. В общем, ребят, вот такой вот обзор у нас получился. Сайт мы сейчас доделываем. Я думаю, к выпуску этого видео сайт на эту баню будет внизу. Переходите, там будет подробная информация. А мы ждем ваших заявок, чтобы изготавливать эту баню и везти ее к вам, чтобы вы тоже ей насладились. И можете приехать ко мне. Эта баня будет стоять у меня на участке. Вместе в ней попаримся. Не верьте никому. Приезжайте, попробуем ее вместе. Почувствуйте, ваше это или не ваше. И после этого покупайте. Так что, ребят, всех жду у себя в гости. Палец вверх. И всем пока. Продолжение следует...